Так, запись пошла, как мне кажется Да, запись идет В общем В общем, как некоторые уже знают, я катался в Данию Подвернулся случай, у дяди там были какие-то дела по бизнесу И они там снимали дом И он мне сказал, мол, ну если хочешь, можешь приезжать И пока мы на работе, там, живи в доме, делай что хочешь И я купил свой первый билет на самолет Я до этого ни разу не летал и ни разу не был за границей Собственно, да, нужно начать с того, что я Первый раз слетал куда-то Ну короче, когда я первый раз приехал в аэропорт Было очень стрёмно И я ничего не фотографировал, я просто там сидел, дожидался как Смертного часа, смотря на часы А потом залезли в самолет, я там смотрел в элиминатор Было очень прикольно Это уже на пути назад, когда я уже был такой прошаренный товарищ Все-таки фотографировал его А пока летел в первый раз Рядом со мной сидел доктор-ортопед из Швеции И мы с ним как бы подружились и так хорошо разговаривали Он меня поддерживал, так как знал, что это первый полет И очень было стрёмно Ну, такое в общем Давайте я начну сразу показывать какие-то фотографии Чтоб уже было не так скучно, как если бы я показывал просто вот так вот Рабочий стол и с бардаком Начнем с самого начала Я приехал Мы прилетели в аэропорт Копенгакена И там было... Он настолько огромный, что вот прям вот куда ни посмотришь Везде до самого горизонта идет инфраструктура аэропорта Мы там сразу сели на метро Это вообще офигенная штука У них метро подходит прямо к аэропорту и уже внутри То есть сходишь со станции и ты уже находишься внутри аэропорта Ну, мы туда, в общем, поехали домой И я сразу покажу дом, как он выглядит Тут, в принципе, как бы... Ну, чувствую, что с самого дома было, будто бы это дача Вот, как у деда с бабой там где-то Но, в принципе, тут есть всякие диванчики, столик Тренажеры, розетки И тут реально можно было жить И сейчас мы идем на задний двор, где всякие там лавочки Да, прикольно, что в доме была печка и снаружи куча дров То есть на всякий случай, даже если там будет отключено электричество Можно внутри жить и не замерзнуть Это, собственно, улица, чужие дома То есть почти все дома, они были намного круче, чем наши Наш дом был такой малюсенький И не из кирпича, а вот такой, покрашенный Да, этот дом жилой В нем жил товарищ, который живет в самом Копене Его зовут Клаус Гробак И он просто оттуда выехал и дал нам пожить где-то на протяжении ровно 7 дней Ну и, собственно, дом остался в таком виде, в котором он обычно находится То есть это его, видимо, семья Старые какие-то фотографии А, это уже спуск в подвал, и в подвале была та комната, где мы жили Всего там было 4 спальных места Плюс диван в зале Ну, я спал с дядей в комнате Тут такая штука, короче Мне можно очень жестко удариться башкой Поэтому там надо было очень осторожно быть Так, это уже подвал А тут были заспиртованные лягушки и змея Это у Клауса были какие-то барабаны здесь, отвертки Это был какой-то шкафчик В этом шкафчике были дополнительные пробирки для спиртования всяких лягушек Да, там была прикольная история, что пока меня не было Там кто-то наступил на крысу во дворе И она сдохла Там, короче, кровища во все стороны расплескалась И у народа была суперская идея взять эту крысу и заспиртовать в этой колбочке Но, походу, там еще бегали крысы И эту крысу, пока она там лежала, утащили уже Вот так вот А вот уж комната, где мы ночевали Тут столик, кровать В принципе, я тут только приходил ночью, ложился спать И утром проспался, сразу убегал на улицу Так, вот, наконец, пошли фотографии, когда я уже впервые вышел из дома В чужую страну, где я никогда не был И вот, это левая фоточка, я не знаю, что тут Когда я вначале шел, я просто фотографировал вообще все Потому что у нас таких зданий нету И таких тоже зданий нету То есть я просто ходил и фотографировал вообще все Да, первое, что я сделал, это зашел в ближайший магазинчик и попробовал что-то купить Я тут зашел, конечно, обалдел от цен И встал только маленький батончик И на кассе там у меня мужик спросил, мол, а ты что вообще, это все, что купил? Я такой, ну да Он меня пропустил вперед Любопытная штука, у человека была целая куча всяких продуктов И он их разложил так очень аккуратно, прямо вот в кубики, в квадратики Чтобы кассирше было проще их брать и пробивать Ну, я удивился, сказал, что у нас бы в стране просто такая куча вывалили И все Ну, мужик тоже поржал Да, кстати, вот тут вот любопытная штука Здесь видно, что дорог на самом деле три Вот дорога вот там вот, для машины Дорога вот какая-то, которая вроде похожа на тротуар И, собственно, тротуар Я когда вначале шел по вот этой дороге Ну, иду, вот тут деревья растут Машины стоят на обочине И смотрю, на меня какая-то девка кричит Ну, там, блин, может быть, 25, блондинка Ну, это нордическая блондинка Ну, я подхожу к ней, как бы, мол, что такое Спросил на английском Она такая А, ты ж не отсюда Ну, ладно, иди Ну, я иду, собственно Иду и вижу, что спереди едет группа велосипедистов Понимаю, что они меня сейчас собьют просто Ну, я понял, что вот эта дорожка, оказывается, не для пешеходов Ну, у них такое разделение, что вот здесь топают пешеходы Вот отдельная дорога для велосипедов И отдельная дорога для машин То есть нет такого, что ты, если велосипедист, ты должен ехать там, где машины Потому что тебя собьют просто вот нафиг А, ну, вот Да, кстати, Карлсберг здесь очень популярный Потому что, видимо, сам товарищ Карлсберг, он отсюда И тут даже есть музей Карлсберг Глиптотек Или что-то такое Ну, туда ходят всякие алкаши Я не пью, поэтому я туда не заходил Вот такие домики Да, велосипедов просто тучище Они вообще везде там находятся И это еще очень маленькая стояночка Вот это посмотрел дальше Вот это уже старые домики Вот таким, кстати, домам где-то лет Ну, 70 от силы Скорее всего, где-то за сотню И они до сих пор тут стоят Как я понял, город был выстроен еще где-то 100 лет назад И в таком виде его не разбирали Никуда не бомбили Он в таком и остался И здесь всего лишь заменят окна Да, я на самом деле еще простывший по-спейски Поэтому я буду иногда гудносить То есть, короче, вот такие старые здания Они все стоят Просто у них меняют двери и окна Ну, балкон, видимо, старый Не знаю, может, его 50 лет назад поменяли И они, в принципе, так прикольно смотрятся Вот я дальше иду по улице Тут вот такие домики Это была какая-то церковь Да, смотрите, фотографии тут целая туча Вот мы только что сидим и посмотрели совсем чуть Я не буду слишком много зацикливаться Я по большей части просто перебираю фотографии и показываю Если вы хотите, можете остановить и посмотреть Да, это был какой-то универ Тут вот какие-то девки лежат на камне Какой-то мужик там на лавочке Кстати, очень длинная лавочка Я зашел сбоку И тут была прикольная такая надпись Вот если пересмотреться, написано Эй, вор! Наши компьютеры все закриптованы И биос у них заблокирован Поэтому они тебе никак не пригодятся Вот прикольно Вот ты такой подходишь И тебе уже говорят, что там ворюга пришел что-то стырить Ну, было прикольно Можно рассказать, что вот эту ихнюю Биос-блокировку можно Как бы просто вытаскиванием батарейки Биоса вы Как бы обойти А жесткий диск, но Тупо отформатить и все будет нормально Ну, сам факт То есть прикольно Так зашел когда-то И тут написано, что ты уже что-то можешь стырить Так, вот мы идем дальше Это какая-то фиговина Я не знаю, что это за здание Да, у многих из них Сверху такие вот штуки Зеленого цвета Это на самом деле оранжа была медь Но у нас за сотню лет окислилось И они все-таки вот Цвета морской волны Мы идем дальше Тут ужас Какие-то граффити были Но это редкость на самом деле Те самые упоротые муралы У нас они тоже есть на зданиях Когда ты смотришь И прям вообще ни о чем картинка Но кто-то ее тупо рисовал Там парился Так О! Это магазин ArtMoney Кто знает В начале 2000-х Читерим с играми Кто знает такую программу ArtMoney Вот у меня Мне было интересно А, какой-то парчок Но я через него чисто проходил И там никуда не заходил Он очень маленький И там в конце какая-то То ли церковь, то ли Не знаю А, вот Так, кстати У меня есть открыта карта Я на ней буду иногда показывать Ее-мое шутце Это мы уже дошли вот сюда А дом наш находился Он на улице Эльбервейш Ту Он был где-то вот так Вот я иду-иду по дорожке И кажется это здесь Это, да Гронтов стрит И наш дом был Вот здесь вот Можно даже сейчас Взять так опуститься И посмотреть Где мы жили Со стороны И Вот тот самый дом Но это Джон 2014 Тут уже Такая дверька была Для машины Видимо у Гробака еще не было Там машины Он шел просто Ну вот Каждый раз Выходя из дома Я Попал так вот Так 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 Да, кстати Любопытно, что у них мусорки Вот такие вот все Как из американских фильмов У нас таких нет Вот я выходил сюда И улица По которой я сейчас иду Это Вот так Хопа и налево Вот в ту сторону Ну это я так Все мне говорили Не идти пешком А я пошел пешком Чисто, чтобы Поставить на обычное здание Как там народ живет Вот Выходим Прямо И в ту сторону Ну если Идти не хочется Я шел только один раз Вот здесь есть Станция Электрички А электричка Она соединена с Метро То есть вот Можно переходить Как со станции На станцию У нас в Киеве Метро Так у них Вот с электрички На метро И там Нужно только один раз Оплачивать Вообще На самом деле Очень крутая система Транспорта Она не так работает Как у нас Когда там Автобус стоит отдельно Метро стоит отдельно Электричка Там как бы Смотрится по расстоянию Сколько ты проехал А на чем ты проехал На Какой-то лодочке На Электричке На И так далее То есть без разницы Ты просто вначале отметился Так Ты тымкнул Там у них Специальный такой проездной На входе И на выходе тоже Ну и Как там так работает Дальше у меня есть целое видео Как я там катался По этому метро Я их покажу Ну да Вот эта станция Грондал Точнее там Она как-то читается Грондал Там у них есть такая О перчеркнутая Которая читается Как ОО С паузой Вот это я уже узнал Что оно так читается Ну собственно Мы идем в ту сторону Так Возвращаемся к фоточкам Вот мы уже дошли до озера И Кстати Любопытная штука Что здесь не везде В Копине Есть пешеходные переходы У нас например Они есть вообще везде Даже в самом глухом селе Если где-то нет пешеходного перехода То там переходить как бы нельзя Там машины специально ускоряют Скорость Чтобы тебя напукают Чтобы ты убежал С дороги А здесь реально есть места Где вот тупо Вообще нет пешеходного перехода Ты не знаешь Там можно идти Не можно И в одном месте Я даже так специально встал Чтобы посмотреть группу людей Которые там идут А как перейдет через это препятствие Они просто Прошли пешком По обычной дороге Без пешеходного И я там тоже прошел дальше Так идем Далее Вот какая-то церквушка А вот здесь сразу нашел Какой-то парк Его в принципе Может показать на карте Так Наверх Вот церквушка Где мы проходим И парк Вот он Я в него зашел Чтобы там как-то походить Посмотреть Ну и здесь почти в каждом парке Есть статуи Народ бегает с собачками Или просто сидит на Ну либо на лавочках Либо на какой-то скатерке И кушает И так далее И вокруг вот такие старые здания Да Насчет старых зданий Тут отдельная история У нас например Есть такое понятие Как исторический центр А здесь тупо весь город Он был построен Как я уже упомянул Сто лет назад И тут вообще Куда не пойдешь Оно все старое Поэтому тут Не скажем что Исторический центр Оно просто всегда такое Везде Ну вот какая-то дорожка Тут какая-то тяна идет С велосипедом Мужик кормит Птиц Ну так Народ как бы живет Просто Какая-то статуя Дальше была Какая-то детская площадка Для детишек И тут я Сфотовал Вот такую надпись АЕ И тут перечеркнутая О есть Кстати Копенгаген У них написано Кобенхавн И читается вообще Кобиавн Вот как-то так То есть они очень Много глотают Точнее много пишут И мало говорят Как-то так А ну это тот же парк Я тут хожу Потихоньку все фотою Я фото вообще все А вот эта пичка Которой я дал Кусочек печетни Она его сожрала И потом убежала Вот так А какой-то старый мост Его сделали Таким клепаным методом И он почти весь Сделан из Листовой стали Из крупного Ну не знаю Мне как инженеру Было интересно Глянуть Так Какое-то озеро Мне вечно Мне вечно Как бы нравятся Такие разводы на воде Но думаю Они у нас есть Какое-то Птичье гнездо Посреди озера Мы идем дальше Везде лавочки Мусора вообще Нигде нету Я не знаю Как там штрафуют Или не штрафуют Но просто Когда чисто Ты сам не хочешь Неде бросать Я конечно И в Киеве не бросаю Но там тем более Не хотелось Потому что Реально чисто И красиво Какие-то цветочки За ними озеро За ними Куча красивых зданий Ну просто везде ходишь И душа радуется Что все очень Очень хорошо Прикольная фотка С такой Я так понимаю Это Ива была Она такая еще Без Без зелени Но красиво смотрится Еще цветочки И дальше уже дорога На машина На самом деле Большая редкость В городе Потому что Машина там особо И не нужна Просто Если есть велосипед Можно доехать Вообще Куда угодно Потому что город Совершенно по-другому Комплектован Вообще Не комплектован А как-то разведен Или что-то такое У нас например Есть посреди города Куча промзон И вот нельзя Просто пройти С одного места До другого Нужно там знать Как обойти Это все место Как подняться на мост Мост обычно идет Не с берега На другой берег А где-то с центра Там одной половины города На центр Другой половины города А тут Такого вообще нет Вот тут просто берешь Вот идешь на прямых И всегда будет проход Где угодно Такие старые здания Я не знаю Почему они все строятся В притык друг к другу Но такая фишка Да Часто там где-то есть Такие маленькие проходики Чтобы можно было Не обходить всю эту колбасу А просто перебраться На другую сторону Так Это тот же парк Во Это я уже прошел Норропорт Да Норропорт Это самая такая Туристическая станция метро Потому что она идет Прямо в городе И вот все туристы Ее знают Все на нее ходят И так далее Да Это автобус 6А От нас ходил еще Автобус 2А И 2А Это такой Который едет Прямо к ратуше Ратуше Я чуть дальше покажу Вот конечно Как бы этот флажок Дании Они он кстати Не прямоукольным Обычно вешают А вот с таким вырезом Оно конечно Выглядит Как по мне странно Как будто кто-то Отгрыз кусок Но вот Это у них Такой националистический Метод Флага Ну не знал Ну не знал Ну я как бы знал В теории Ну и когда сюда приехал Ну и когда сюда приехал Посмотрел в окошко Все люди такие ходят Ну эти еще нормально одеты Как-то это бабушки А все молодые ходят В таких тоже легких Легких футболочках Без шапок Я думал Да тепло Ну и вышел гулять Прям тоже легко одет У меня была капюшоночка И все И без куртки В общем сюда я зашел Посмотреть на цветы И так далее А тут холодина Жуткая просто В общем вот тут Где-то я сел на лавочку Так это какая-то Какие-то фотки Походу еще не славочки А вот я сижу на лавочке И такой сижу Прям типа Так холодно Вообще ужас Я там чуть не помер В общем я тут покормил Какую-то сороку Или я не знаю Чего это за птица Она передо мной еще там Танцевала На дерево залезла Я ее там фотал Фотал В общем была такая Жуткая холодина А все вот такие вот ходят Человеки с расстегнутой курточкой Без шапок И так далее Ну это норды Им видимо Природа так сделала Что они тут могут жить нормально А мне там было Очень жестко Это был первый день На следующий Я естественно уже накинул курточку Я там нашел где-то в доме шаров Это походу еще был шарф Клауса Потому что никто его не забирал Ну и вот такое дело То есть я первый день Жутко простыл там У меня на губе Какие-то уже простуды там Выскочили Ну первый день я отходил нормально А насколько помню В первый день я не заходил почти никуда Потому что уже было поздно Ну я там как бы После путешествия Очень устал Я там проснулся где-то часов в 10 Вышел там что-то в 11-30 Такое дело Да вот это такая У них большущая Теплица И Если например Снаружи 5 градусов По Цельсию То внутрь заходишь И там влажность просто немеряно И где-то 35 градусов По Цельсию А первый раз Когда я ходил Я туда не смог сойти Потому что Вот это у меня уже Шарился где-то часов К 5 А в 5 часов Теплица закрывается Ну и вот я еще ходил Тут фото Все ходила Да вот мне уже Понесло Вначале Как-то Стремался разговаривать А сейчас уже легко идет Ну пока смотрим фоточки А вот я уже вышел С Ботанического сада И Вышел прям К геологическому музею А тут прям на входе На таких лыжах Лежит большущий метеорит И тут прям написано Что вот такой метеорит Там кто хочет Может почитать Ну он в основном Железный тут Железный, никель А немножко серый То есть без каких-то там Паладьев И так далее Поэтому они его просто бросили Ну самая Прикольная фишка Что вот Идешь такой Тут лежит метеорит Который с космоса Прилетел там Его Да Вот это у него кусок отпиленный Чтобы его проанализировать И по-моему Второй кусок лежит уже внутри музея Он отполированный Как зеркало Да Музей этот У него вообще так Как-то стрёмно С временем работы Он работает с часу дня До по-моему Четырех Или что-то такое И я только в последний день Умудрился успеть К нему зайти Ну там будут дальше фоточки Там очень много камней Вот этот метеоритик И у него тут сбоку Был отпилен кусочек Чтобы было видно Что у него такая Кристаллическая структура Тут конечно фигово видно Но Реально у каждого метеорита Есть такая структура Из крестика Потом дальше Будут очень классные фоточки С этим делом А это какая-то Арт галерея Ну мне арт По боку Поэтому я туда не заходил Это какое-то здание О, а это парк Со зданием И тут рядом Какой-то королевский дворец был Вот мы сейчас тут походим Посмотрим Какое-то очень Такое коричневое здание Я его Зачем-то сфотовал А в парке Очень много Таких вот Арт Заборов Из Квадратно постриженных кустов Ну по-моему прикольно Какие-то крестики Тоже А вот этот дворец К нему вход закрыт Там можно выйти только с другой стороны Через охрану Причем охрана не просто какая-то левая А королевская Одни из таких крутых прикидов Но я там внутрь так и не попал Я не успел Тут есть уточки И рядом с уточками Такая супер Надпись Мова Пожалуйста не кормите животных В королевском саду Потому что Вот тут снизу написано Что у них очень большая проблема С крысами Крысы там вообще просто Вообще везде Ими кишит все И поэтому Когда кто-то кидает Какие-то крошки Животным То этим крошками Потом питаются крысы И им этого хватает Чтобы размножаться И его Ну такая фишка То есть тут все кишит крысами Мы знали Из этой надписи Вот мы ходим дальше Тут Такое место Можно ходить Это какой-то сад Который еще не вырос А ну и поляна Где вот типичный народ Вот так вот сидит на Каких-то скотерочках Или одеяльцах Общается Там кто-то еще бегал Какие-то туристы А почему-то в этом парке Очень много скульптур Где помирает лошадь Вот тут лошадь Сжирает тигр Там еще где-то рядом Наверное не соткана Где лошадь укусила змея И лошадь тоже помирает Я этот парк назвал Парком умирающих лошадей Как-то так А ну типичная архитектура Такие Это старые здания Очень старые Потому что видно Что они такие Некачественно покрашенные И они все так вот Вместе построены Да Народу там офигенно много бегает Реально очень много Девушек Которые прям вот Без тяжелой одежды Вот без шапочки Просто бегают Короче там километрами Наворачивают И у них со здоровьем Все в порядке Вот такая церковь Там кстати дальше будет Какая-то церковь Александра Невского Или что-то такое Прям русская церковь почти А такое-то было окошко С таким арт Решечением Но чем оно мне Запалло класса То что это цельный кусок металла И тут не видно никаких нишулов Вообще ничего То есть вот реально Кто-то такую штуку сделал И это было Наверное сложно сделать Такую решетку А это уже просто какая-то улица Тут нельзя заезжать машинам Правда там машина заехала Наверное с другой стороны нельзя Но там ходит целая куча народу И здесь есть целые такие Большущие Пешеходные улицы Где ходят только люди И туда вот можно зайти И просто по потоку людей Обойти весь город Вот такая прикольная фигня А вот какое-то очень старое здание Ему наверное лет уже 300 Или что-то такое Видно что он сделан из таких Шпал деревянных А как у них Там в Германии И в странах еще севернее Строились дома Это у них строился такой деревянный каркас А потом эти все дырки Забивались глиной В перемешку с травой И иногда там каким-то коровым пометом Ну и вот так вот здание делалось То есть делаешь такую решетку И все дырки забиваешь Жижей И оно стоит все нормально Работает Сто лет Кофе индустрии Так Это походу я что-то фотал У меня фотик решил включить вспышку И мне пришлось рукой закрыть Камеру Это я не помню что Но в этом месте Такая была прикольная музычка Что у меня прям аж соцепило Так Натем ави И вот это Походу я уже показывал Вот так вот Так смотрим дальше фотографии Я не знаю кто такой Фредерикус Секстус Но там целая такая будивля В честь этого чувака Мы дальше ходим по городу Это походу все еще первый день Ну да Ходим Какая-то такая уличка А вот это походу Та самая русская церковь Она вот такая вот Там постоянно колокольчик Что-то звенит И там дворы Очень-очень антуражные Вот я где-то дальше Во Фоточку сделал Ну и тут такое Солнце светит там прям Будто вернулся на 400 лет назад И такой ходишь По всему этому делу А это я куда-то уже вышел Там был парк И там была целая куча Вот таких вот Птичек Я их покормил Их Они прямо Бросают что-то Они прямо в воздухе ловят Печеньку И схавывают ее Очень прикольный вопрос Так это уже подошел К станции Норопорт Тут была какая-то такая странная пирамида И естественно Я как царь горы На нее забрался О, это уже стоит на пирамиде Тут такие какие-то штуки Говорит, чтобы люди там катались На скейтбордах На каких-то вот На самокатах катаются Есть какая-то баскетбольная Баскетбольная площадка А, это мне казалось Что вход в метро Там есть сбоку Надпись Норопорт И я тупо эту штуку Обходил со всех сторон Я вообще не понимал Как-то зайти И почему она такая уродливая А к тому, что это не вход в метро Это что-то вообще левая А вход в метро был С другой стороны Вот там просто Такую большую букву М И найти его было Конечно проблемно Но все-таки я внутрь зашел Да, это в метро Можно спереди сесть Там нет машинистов Эти штуки чисто Сами по себе катаются И спереди вот есть такой большой окно Можно смотреть, куда ты едешь Очень прикольно Про метро, да Я уже упоминал, что целая куча видео есть Я потом расскажу отдельно Как им пользоваться Это я уже Я не знаю, как поездить электричкой Я просто уже вышел С станции Флинтхольм И прошел пешком И вот это вот место Мне как-то родину напомнило Это Вот тут снизу проезжает поезд Кстати, видно вот такую вот гофру Или я не знаю, что это такое В общем, поезд проезжает глубоко снизу И тут по бокам такие панели Которые звук поглощают И это вроде как очень помогает людям Которые живут в этих зданиях Чтобы не слышать грохота и шума Но здание, если честно, страшное И у меня такое чувство Что там какие-то арабы живут Что это специально для них построено Так, кстати, арабов И всяких хисломистов там очень много Особенно девушек, которые в паранжах ходят Но у них лицо не закрыто У них так чисто оно платком обернуто Потому что, походу, там По закону нельзя лица закрывать масками Во Еще фоточка Ну реально похоже на какие-то хрущевки В общем Так Идем дальше Это, походу, уже следующий день Я проехался от дома на 2А Автобусе к Ратуше И тут реально охренительно то Что вот можно зайти в любое правительственное здание И походить там И там все кабинеты открыты Все этажи доступны И реально можно ходить Смотреть, как люди Там что-то работают В кабинетах Там какие-то свещания проводятся И офигенно прям вот Видишь, что они там не в пассиан сыграют А Короче, что-то делают Какой-то скандинавский отель Так, тут пришел кошар А что-то не хочет Ну я его Отправлю подальше Опа Вот я зашел в этот В ратушу И тут внутри Такая целая прям улица Есть под Стеклом То есть тут есть какие-то окошки Есть балконы Везде висят тут такие флажки Отгрызанные Как мне кажется И реально классно Тут такие Есть какие-то старые лавочки Где, видимо, раньше народ ждал Приема у правительства Это такая крыша затекленная Я тоже поднялся на какой-то этаж Там тоже вот такие лавочки есть Кабинеты, куда можно зайти Кабинеты все открыты Нет такого, что надо стучаться Просить, можно ли зайти Нет, там просто Берешь и заходишь Это вид из окна Прикольно довольно Да, это, кстати, внутренний дворик Там еще будет фотка Это двора То есть тут есть Мало того, что внутренняя улица В самом здании А так еще и улица Внутри здания Как-то так Это лестница Ох, я не привык обычно Долго говорить Уже чувствую, что у меня в горле Что-то перешит Но продолжим Ёва-моё Мы вообще почти Чуть посмотрели Ну ладно Вот какая-то фреска Видимо, это Первые жители Дании Вот такие вот Грязные, голые люди Которые лежат И обнимаются О А, это второй этаж В той улочке Мне почему-то очень понравилась Такая деревянная стена Я ее даже сфотал Лишний раз Во Ну как-то так вот Тут целая куча Таких статуй Неизвестных чуваков Я вообще тупо Ни одного не узнал И вот еще Какая-то секретная дверь Неизвестно куда Вот Мы ходим К этому месту Я тут По-моему Даже есть видео С этим местом Я там на пару секунд Записал что-то Во Ну вот такая улочка Это снова окно Ну кстати Окна там довольно Какие-то Интересные То есть это окно Старого типа Такое наверное было Еще лет Там сто назад У него четыре Таких маленьких стеклышка И они все крепятся Вот такую вот Какую-то хреновину Я без понятия Что это Как оно снимается Но Как-то вот так А там в одном месте Было все Объяснено Я пытался найти Русское слово на х Но его там не было Но зато нашел Какого-то То ли ашота То ли я не знаю Кто-то подписался На русском Так Дальше смотрим Ага Во Рамзан Женя И Ноя Кто такая Ноя Я не знаю 2004 год Конечно Очень хотел свое Что-то ставить Но вот Не хотел арестовать Портить стену Да Это вторая Кровая ратуша И тут вот Прямо такие вот То ли три То ли четыре Этажа Ну тоже Везде открыты Кабинетики Можно заходить Смотреть Я продаю Людей не фото Которые там работали Чтоб Ну как бы Чтобы они там Себя хорошо чувствовали Вот смотрим вниз Ты уже спустился Таки да Раз Два Три Четыре Этажа Мы смотрим наверх И тут был Какой-то такой Старинный Странный умывальник Который вообще не вписывался Он весь такой Обдерты был Ну Короче Кстати Любопытная штука Что в Дании Очень много Где используется Брон О не бронза А латунь В качестве поверхности И она всегда используется Там Где все люди Грязными руками Что-то трогают То есть Поручни Блица Ну Блица Наверное Вряд ли А Ручки дверей Краники И так далее А фишка в том Что вот Например Я сам не знал До недавнего времени Что на поверхности Меди Бронза И остальных Суплавов С медью Не выживают Бактерии То есть Эта штука Она стерилизуется Сама по себе Вот чисто потому Что там как-то С химия Что-то связано И бактерии Не выживают На этой поверхности Ну и прикольная штука Вот Почему у нас Такого нет Так Это дворик Я не искал Прохода Как туда пройти Но там какие-то люди Ходили И реально Та зайти тоже можно Так Это уже вышел С ратуши Я сейчас иду В сторону Музея Вот это у нас Тивали парк Это такой парк Как там Свой лунопарк С бобджеком И так далее И там как-то Было так страшно Я вот посмотрел На эти Аттракционки Там Там была такая Короче Высокая башня На ней Была на такой Длинной руке Самолет И он так вот Крутился по кругу Я так посмотрел На эту штуку Мне там сразу Стало страшно плохо И так далее Я решил Что-то не заходить Вообще Страшный парк Ну кстати Считается Что он Сто лет Почти как стоит То есть Это все Очень-очень Старые Каталки И они до сих пор Работают О Это та самая Клиптотека Кармсберга Вроде бы Там не только Бахло Там еще есть Какие-то Драгоценности И это чисто Музей Как бы Самого чувака А не Его пиво Но Это Как бы Не зашел Так Смотрим дальше Это уже зашел в музей Там на первом этаже Был 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 Гд Был Фэйк Смотрю Был Продолжение следует...